Так, слушаю вас. Вам сколько лет? Сколько лет вам? 19 лет. И у меня такие вопросы насчет общения с людьми. То есть я пытаюсь как-то, знаете, объяснить людям, некоторым своим знакомым, своим по возрасту, чтобы они хотя бы поверили в Бога, что ли. Но не знаю, как правильно говорить, потому что у меня большинство атеистов знакомых, они как говорят, типа, ну я не знаю, я просто думаю, может я что-то неправильно говорю. И как вы, мудрый человек, я видел ваше видео, я думаю, может вы хотя бы знаете, как мне правильно общаться с такими людьми, с атеистами хотя бы. Я вот 53 года работаю с такими людьми. Вот 53 года только работаю с ними. Если они не верующие, это первая категория людей. У меня они развиваются, все люди, примерно на 24 категории. Это моя наработка. Это первое, как с ними работать. Для них, возьмите, у вас ручки-то нету записать? Запишите, что я вам скажу. Я попутно хотел спросить, у вас сзади подушка, это для чего она? Ну это обычная подушка, она просто лежит. Ну это кровать моя. Кровать ваша, ага. Я делаю в том, что я не люблю разговаривать с людьми, когда они не напряженные, а просто полулежа или как-то. Мы разговариваем об очень серьезных вещах, здесь нужно напряженность, чтобы корпус работал. Запишите, Псалом 13. Псалом. Это, у вас Библия-то есть? Псалом 13 и 52. Псалом 13, как там дальше? И 52, 52, второй Псалом. Они друг друга дублируют с небольшими расхождениями. Сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Вот разговариваешь с этим человеком, который говорит, Бога никакого нет. Вы когда разговариваете, чтобы человек не курил в это время. Поставьте некоторые правила. Если он курит, отойдите от него. Скажем, нам не положено разговаривать, когда вы отравляете себя. Бросьте. Они, как правило, обычно люди эти бросают. Если немного к вам расположено. А дальше начинайте говорить. У нас есть Святая Библия. Всегда к слову Библия подставляйте слово Святая. Во всех языках это слово стоит в названии. Галлиген Библии. На всех языках. И в ней написано вот так. И прочитайте. Вот если вы не признаете, Бог говорит, сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Бог называет вас безумцем. Вас называет Иван Иванович, Иван Петрович. А Бог называет безумец. Безумец, то есть ума совершенно нет. Ну, мало ли чего написано. А я знаю, какие они ответы дают. Ну, скажем, мы отрицать этого не можем. Но вы знаете, что говорится и причина, по какой так люди говорят, что Бога нет. И живут безбожно. Причина? А какая причина? Грех. Дальше написано. Они развратились. Совершили гнусные преступления. Дальше за этим стихом говорится об этом. Человек, делающий добро, идет к свету, Христос говорит, дабы явно были дела его. Третья глава Евангелия от Иоанна. Запишите. Иоанн. Третья глава. Евангелие от Иоанна. Запишите. Я вам сейчас конкретно буду называть, в каком месте. Ну, мне просто разные попадаются. Ну, это... Разные-то разные. Но вы по счастям разберите. Вот есть люди, которые... Ну, никогда не встречались с верующими. Вы с ними беседуете только с полной серьезной. Делающей добро. Добро. А он делает добро или не делает, а то он про себя. Его исследовать не надо. Вот он идет к свету. Сейчас вам покажу, где это есть. Мы пооткрыли. Мы сейчас посмотрим. Подождите минуточку. Я что-то тут заклинило. А, вон что тут. Галочка стоит. Нет, ну... Запишите. Иоанн. От Иоанна. Третья глава. Двадцать первый стих. А поступающий по правде идет к свету. Дабы явно были дела его. Потому что они в Боге соделаны. То есть ради Бога. Как Бог повелевает. Вы, человека, вводите русло священного писания. Этот человек должен не с вами разговаривать, а вопросы задавать Богу. Вот вы когда с ним разговариваете, вы все время настраиваете на это. Не так. Он не слушает. Это ничего еще не говорит. Он может слушать будет через час, через полтора. А может через неделю. И вот скажите, вот ваши дела какие вы? Свои дела могли бы описать за день, за месяц? С человеком надо контакт усыновить. А что их переписывать? Ну, сам себя проверить должен. Что же у нас, скажем, в Святой Библии написано? Исследуйте самих себя. Исследовать. Исследовать не атомное ядро, не космическое пространство только. Мы это не отрицаем. Но самого себя. Самого себя. Я вам некоторые места писания и говорю. А вы это запишите. Вот, смотрите. Насчет самих себя я не слышал от вас. Запишите. Вы там говорили не раз это. Первое Тимофею. Первое Тимофею 4.16. Первое Тим. Ти сокращенно точка. 4.16. Написано так. Вникая в себя и в учение. То есть, в Библию. В себя и проверяй. Такое ты или нет. Занимайся этим постоянно. Ибо так поступай. И себя спасешь. И слушающих тебя. Вы к человеку, например, прикиньте. Какое у него образование. Конечно, если он не трезвый, никогда не разговаривайте. Просто отойдите. Идите. Беды не наживайте с ним. Ну, а если он трезвый, начал разговор этот. Скажите, вы хотите серьезно этот вопрос исследовать? Почему вы неверующие? Вот начните себя исследовать. Запишите дела. И скажи, вот, когда запишите, посмотрите, как Библия говорит. А если не знаете, где написано про это? Допустим, вы материтесь или нет? Я просто навскидку говорю. Неверующие все матерятся. Сто процентов. Не девяносто, а сто. Ну, я не матерюсь, скажет. Скажи, а я знаю, что он матерится. В такой обстановке по пальцу ударил себе или с тобой плохо поступили. Так вот, как вы ругаетесь? Вы ругаетесь? А, мать твою. Так ругаете? Он скажет. Ну, да. А вы ему откроете сразу. Злословище отца и мать смерти умрет. Исход 20 глава. Злословище отца и мать. Он должен умереть по закону Божьему. Вы уже приговорены к смерти. А дальше ему расскажите уже из того, что известно. Скажите, был такой писатель Максим Горький, Пешков. И он говорил, если ты для матери даже в пригоршне приготовишь на огне обед, и тогда ты должен будешь. Без молока матери нет ни поэта, ни героя. А вы клянете это святое имя матери. Человекам нужно немножко за что-то засыпить и показать, как он не прав без Бога. А верующий этого делать не может. Он боится Бога. Вот вам это первые уроки. А все это у меня написано в 4 томе «Открытым оком». У меня 38 книг вышло. Просто зарядите по-русски. Запишите канал. Нет, записать так нужно. Сайт. Сайт во свете Библии. Название. Сайт во свете Библии Игнатий Лапкин. И оно откроется. И там написано книги. Ну, это я только через час. Вот вы когда зайдете в книги, вы там увидите открытым оком, оком, это 30 томов. И вы ткнете и увидите 4 том. В 4 томе там показано, как с кем беседовать. Вот я вам уже маленький урок уже дал. Вы его попытайтесь, испытайте. С ним кем будете беседовать и скажите. Вот вы верите в то, что Бога нет. Он скажет, ну да. Он скажет, у вас тоже вера-то есть, только вера в нуль, в ничто. А я верю, что есть Создатель, Творец. Он тоже верующий. Он верит, что ничего нет. Это вера его такая. Он говорит, не верующих, а неверующих нет. Потому что даже демоны, бесы веруют и трепещут. Бесы. Яков говорит, бесы. Трепещут. Ну, а вы знаете такое? Бесы веруют. Считали, нет? Да. Я вам сейчас... И трепещут. Я сейчас... Да, я слышал, читал, изучал и рассказывал. Вот. Яков 2,19. Яков 2,19. Бесы веруют и трепещут. И человек, который не верит и не трепещут, он хуже демона. Согласно этому. Бесы тоже веруют. Даже бесы веруют и боятся. А вы не боитесь и не знаете. И ваше это неверие, скажите, до первого потрясения. Если вы попадете в плен, или вам будет угрожать смертельная опасность, это от этого неверия ничего не останется. Оно вам ничего не дает. А я взываю к Богу. У меня Бог, Творец Вселенной, который допускает войны, разбои. И Он спасает себя. У меня большой опыт. Я в жизни встречался, при смерти был. И Бог удивительно меня выводил. Более сильные, более смелые, чем я. Они погибли, а я вышел живой. Меня Бог как на крыльях выносил. Но это не просто я говорю, а это люди, которые видели своими глазами, как это Бог делал. Вы просто в людях забросите семя. Покажите им. Не верить в Бога – это безумие. Кто сотворил Солнце, Луну, нас таких вот. Сколько растений, живых организмов, насекомых. На все, на все посмотрите. Какая дивная красота. Ее исследуют и не могут исследовать. Вот если растения, да, ботаника, живые организмы, зоология. А зоология еще там разбивается на что-то. Домашние животные, другие. Отдельная их теология, рыбами занимаются, инсектология, насекомые. Это университеты, университеты. А это все под ногами вокруг нас. Занимается человек птицами, он всю жизнь посвящает орнитологии. Откуда это все? А какие птицы? Вы в интернет только загляните. Какие птицы? Какая расцветка? Как поет соловей? Сейчас все можно увидеть. Это чудо. И я в этом чуде, в море плыву, мне Бог дал жизнь. Вы покажите радость спасенной души. Но за меня умер Христос. Сразу подведите его к этому. Он нас спасает. Чтобы за человека умер, этого нет ни в мусульманстве, ни в буддизме, никто. Он взял наши грехи на себя. Да для нас Бог дал еще и церковь. Люди говорят, вот храм. Правильно, храм. Но мы называемся, вот это тело храмом называется. Храмом Бога. И Господь говорит, приду и вселю с него и жить буду. Мы храм. А вы курите, скажет. Курю 20 лет жизни долой. Вы самоубийца. Этот храм вам не принадлежит. Он Божий. Бог поселил душу туда. Вы человека стряхните. Зачем ты куришь? У него выхлопной трубы на голове нет. Зачем вы дым глотаете-то? Ну и, Анна, дальше скажите слова Иоанна Кронштадтского, что уста род курящего-то демонская кадильница. Демоны. Демоны-кадятка. В освящение кладанам ходят, а это демон. И вам пока этого достаточно. В этом направлении. Если непонятно будет что-то, вы зайдете на сайт, увидите там у меня открыто табаку курения, книги к истинному православию. Там справа 55 папок, в которых 4124 вопроса и ответа. И вы свои ответы там найдете. О чем я говорю вам? Вам настолько это будет интересно. Со ссылками писания. Вы молод. Заучивайте наизусть. У вас такая жизнь будет богатая. И о чем бы вы ни заговорили, вы все будете знать. Даже те, которые рядом с вами, они быстро заметят, что у вас идет рост духовный. У верующего все время идет духовный рост. Вот мне 76-й год. Я постарше вас немножко. Так? Так я каждый день и по сегодня всю жизнь учился. И все время считаю, что я знаю мало-мало. Мало. Я проехал почти весь мир. И считаю, что я так мало видел. Почему? Этот глаз, он не насытится виденным. У меня тысячи, если не миллионы друзей. И все время я думаю, как я не сумел поделиться богатством своим с ними. Какие у меня друзья хорошие. Господи, слава тебе. Ты за все, за все будешь. За родителей, за этот дом, за мирное время. За все будешь славить. Язык твой будет, как золотой. Никакого слова худого не будет. Это счастье быть верующим. Просто верующим. А быть христианином, это двойное счастье. А быть православным, это тройное счастье. Я могу говорить, да? Перебивать там. Просто я не знаю, есть ли у вас на сайте такая ситуация, которую я борюсь уже я не знаю сколько. Насчет, как бы вам сказать, молодежь сейчас, она больше в интернете. Мультсериалы, фильмы, вот это все. Я не знаю, есть ли у вас на это ответ. Есть, там фильмы наши есть. Фильмы. Не наши, а вот эти западные мультики сумасшедшие, которые там безумие одно происходит. И вот есть один, который вроде бы безобидный, но с другой стороны, вот мне парень сказал, мой знакомый, что этот мульт изменил мою жизнь к лучшему. Я говорю, почему это? Как тебе мультик может изменить твою жизнь? Ну вот так я стал более творческим, более добрым. Мол, он учит добро. Но так это посудить. Он как будто пропагандирует лесбиянок. Такой извращенный, я бы сказал. И как ему? Я говорю, нет. Может потому, что тебе как-то Бог дал это? Он говорит, нет, это мультик. Я хочу стать там брони. Это просто так у них называется брони. Ну, там про цветных лошадок. Кто-то все, мужской пол привлекает, женские персонажи, их женский характер, все это их привлекает. Как суккубы, знаете, да? Вам не надо... И вот я не знаю, как с таким... Вы не подходите к ним. Вы знаете, он приговорен уже, все это садомиты. И вы не заражайтесь и не пытайтесь спасать. Нас Бог не послал спасать, а послал быть свидетелями, рассказать о Христе. Рассказать. На большее никогда не посягайте. От нас не зависит изменить человеческую природу. Он ему нравится, значит, ну и пускай это кончится. Это он избрал, это его путь. Он прописан в аду. Вы отойдите от него, чтобы вам не погибнуть с ним. Но вот была ситуация, что когда мы очищались, продолжали еще. Я показывал все вот свидетельства умерших и прочее. И он вдруг признался мне, что в детстве он умирал. И тоже видел Христа, говорит. Я говорю, а почему ты раньше не сказал? Он говорит, я думал, это сон. На это тоже не обращайте внимания. Это было или оборщение, или что-то. Видел и видел. На вас это никак не повлияет. Обмирали многие. А воскрес, говорит Господь, и он меня спасает. За чудесами никогда не гоняйтесь. Чудо будет сотворить, сотворит большое чудо. Огонь с неба, антихрист. Чудеса большие будет показывать, но они все ложные, призрачные. А тем более проверить не... Ну, воскресал, допустим, по-настоящему. Ну и что дальше? Я встречался у нас тут Клавдия Устюжанина. Она в морге. Ей уже родным выдали свидетельство о смерти. Об ней много пишут, там фильмы снятые. А я с ней лично встречался. Ну и что? Она когда воскресла, у ней веры-то никакой нет. Уж потом у нее сын Андрюша, он где-то в Ступино, около Москвы там. Вот он стал священником. Устюжанин отец Андрей. Ну воскрес, ну и на меня это никак не отражается. Для меня Христос воскрес. И я воскрес. Воскрес от мертвых дел. От беспутной жизни. Меня Бог с детства избрал, и я с детства уже верил. Ну а Евангелие в 23 года получил только. Евангелия не было. Я знал, Бог есть. Какие грехи меня Бог спасал от этого. И в армии, и везде. Вы, если по-настоящему будете верить, вот так, я вас не знаю совсем, вы поставьте себе расписание четкое, рано вставать. Утренняя и вечерняя молитва, чтобы были. Занимайтесь гимнастикой. Подтягивайтесь. Тело должно быть сильное, крепкое. Днем никогда не ложитесь спать. Вечером долго не сидите. Вставайте в 4.40 по вашему времени. Всегда в одно время. В 4.40. Чтобы помолиться. Холодной водой обтирайтесь. Это все взбадривает тело. Ну и всегда смотрите, кому вы можете помочь. Кому-то что-то поднести. К чужим нигде не заходите. Таких юношей воруют, увозят в Чечню. Они там рабами делаются. В другие места. Будьте мудрым. Все время просите мудрости. Подходишь к двери, перекрестись и скажи, отрекаюсь сатаны и всех дел его, всех ангелов его, всей гордыни его. И не бойся никого никогда. Будьте смелы, как лев. В чужие разговоры не встревай. Своё дело делай. Если нигде не учитесь, учитесь где-то или нет? В училище. Как раз учусь на втором курсе. А какое училище? Вот там ситуация уже более сложная. А какое училище? Училище какое? Ну 17-е это как его объяснить? Ну какая специальность такая? А, специальность мастер ЖКХ. Не понял? У меня специальность такая. Повторите. Мастер ЖКХ. Я учусь на институте ЖКХ. Такая специальность. Ну ремонтирует там все такое по обслуге. Ну это сантехника, сварка. О, замечательно. О, какой ты молодец-то. Это дороже инженера. Сегодня эта техника везде требуется. Такого везде. Ты все время, у тебя семья будет обеспечена. Сам ты будешь работать. Только никогда в рот не бери алкоголя. Никакого нигде. Вот. Это очень хорошее. Я не пью, не курю. Я строитель. Я закончил строительный техникум. Институт сдал экзамены, а потом забрал документы и отнес техникум. Я всю жизнь прожил этим своим трудом. Пищи делал. Мне не давали работать. Плотники. Ну любую специальность. Мне не надо никого просить. Сам могу сделать. И это приятно. Я все время востребованный. Там помоги, там помоги. Ту дачу построить надо кому. А другой экономически закончил. Там юридически. Он не на работе, нигде его нету. Работает сторожем. Один кончил у нас высшее образование, а работает банщиком. Зачем ты учился? Вот у вас хорошая специальность. Молодец. Ну не все-то говорят. Это отучиться правильно. Но проблема в том, что тоже не знаю. Ну, обстановка там постоянно напряженная у меня. Я постоянно сижу с такими нацистами, в общем. Они себя так называют, парни, с которыми я учусь. И постоянно маг, постоянно негатив, постоянно сумасшедшая. А вы про себя считаете... Это просто на меня влияет. Нет, оно не влияет. Это вы просто не знаете. Потому что в мире везде, вот мы с вами разговариваем, а сейчас микробы летают везде. Зараза везде. Но организм, он себе имеет защитные свойства. Тройная защита. Это кожа. Там под кожей еще клетчатка. И микробы, кроме того, моемся, стряхиваем пыль. Вы молитесь, на вас это не повлияет. На это не смотрите. Они свое делают, а ты про себя. Вы возьмите еще задачу себе по специальности. Кроме того, начните изучать какой-то иностранный язык. Я уж не знаю, какой вам больше нравится. Немецкий, французский, английский. Самостоятельно. Сейчас разные самоучители. Чтобы у тебя голова все время была занята. Библию считай, выписывай отдельно на картоночках с собой, маленькими такие, но обклеивай их скотчем, чтобы легко было взять, и она не повредилась. Печатными буквами легко. И одно место писания. Какая книга, глава и стих, притча Соломона, Евангелие, послание. И вы увидите, как у вас сразу кругозор будет меняться. Вы все время, все время учитесь, пока молоды. Повторите мне вашу фамилию и имя, я запишу. Михеев Игорь. Вот Игорь, я понял. В скайпе написано. Написано? Так, подождите-ка. Ну, у нас сейчас еще написано. Михеев, да? А вы знаете, Михей, это имя такое было. Оно в календаре есть. Михей. Это мой любимый пророк. Я знаю. Пророк. Это пророк. В Библии книга пророка Михея. Этот пророк никому не подчинялся, только одному Богу. Он всегда говорил, так говорит Господь Бог. Это будет царь, президент. Он всем говорил правду. Ему говорили, ну ты скажи, как все, тебе хорошая жизнь будет. А он никогда не покорялся этому. Бог сказал, я обязан донести до людей. У вас какой? Впереди-то был Михей. Вот ему подражайте. Я только Христу хочу подражать. Ну, он же спас нас всех. Апостол и говорит об этом. В ком увидите образ, подражайте ему. Сейчас я скажу, подражайте. Вот, запишите себе. Филиппийцам. Филиппийцам 3.17. Подражайте братьям мне, Павел говорит, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Видите как? То есть, это более, как это близко. Христу мы молимся, видим, но во всем Христу мы не можем подражать. Он творец, Бог. Это ближе всего нам, но апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. И в ком видите этот образ. Вот записали, заучите это наизусть. А у нас есть кому подражать. Это пророки. Вы возьмите, вот подражайте я пророку Михею. Апостолы, святые отцы, Иоанн Златоуст, мученики. Мучеников сколько было? Возьмите, там, Климент Анкирский, Анпим Некомедийский. Это герои веры. Еще какие у вас вопросы? Ну, хорошо. У меня еще вопрос. Я просто не знаю, посмотрите у вас на сайте вопросы или сразу обратиться, чтобы время не терять. Но у меня еще проблема с отцом. Поскольку он, как бы помягче сказать, с матерью развелся. Ну, он, в общем, выпил, подошел к ней, ударил ее. Я его держал, конечно, за всю жизнь. Я ему ни слова не говорил, даже когда он ее ударил. Но его вот эти слова были, которые, типа, ты мне там получишь еще там. И сейчас он ходит, моего брата маленького забирает. Ну, в три года. Ну, то есть куда-то с собой. Потом, когда они приходят, мой брат начинает матом ругаться. Я такой маленький, три года, и уже матом ругаться начинает Христать. И после, я говорю матери, может, его не будем отдавать-то? Он говорит, как это не будем, типа, по закону там, он имеет право. Мне терпеть, наверное, это что ли? Да, тут вам ничего не сделать, только молиться. Вы тут невластны нисколько. Это родители, ничего плохого на отца не скажите. А если не дай, ну, Бог знает, как здесь заболеет. Вы обязательно ухаживайте за ним. Покажите внимание, ласку. Он всегда будет вашим отцом. Вы от него произошли. Ну, так вы всегда это, по сути, и делали. А он не хочет. Ну, это не важно, что он не хочет. Вы молитесь. Я знаком по интернету с одними. Он у них, отец, азербайджанец. И он категорически против. А мальчишка и мать, мать привела он при церкви. Мальчишка работает и музыкант такой талантливый. Там где-то на конкурсах, премия. А отец там нашел Библию, порвал, выбросил. И он тоже, вот как вы, ну, он помоложе вроде бы, ему лет 15, наверное. Но спрашивает, что делать. Ничего нельзя делать. Он иногда приходит, отец там сильно дерется, и он убегает куда-то. Ну, так написано, бьют в одном городе, беги в другой. Ты убеги куда-то. Ну, вопрос этот решается там. Вы только молитесь. Пойди к священнику, побеседуй. Батюшка там какой-то совет даст. Издалека я что могу сказать? Может, с человеком, может быть, и встретиться. Но главное, вы терпите. Терпите, пока жизни вашей не угрожает опасность. Вот этот мальчик, маленький трехлетний, а его могло и не быть. Он бы не родился, и вопрос снятый. Вот и все. Отца могло не быть. Он мог погибнуть пьяный где-то. Но вот исходим из того, что есть. А сыне, братишки, там молитесь, вызывайте к Богу, и Господь как-то усмотрит. Как это, мы не знаем. Богу диктовать не надо. Он знает. Он может так Господь сделать, как никто из нас не думает. Или он обратится от кого-то, или несчастный случай, или еще что-то. Или в стране обстановка изменится, не до этого будет. Вы живете в опасном радиусе от Москвы. Сколько там? От Москвы сколько километров? Я не знаю точно. Ну, два часа езды. Все, что я знаю, это два часа езды только. Ну, в общем, вы попадаете в этот радиус. До Москвы? Два часа. Ну, это километров, наверное, 130, да? Я не считал. Ну, ладно, ладно. Интересовал, сколько там нам есть. А что они ездят? Напряженная обстановка, она и вас захлестнет, как волна там. Так что цените драгоценное сегодняшнее время. Благодаря Богу за все. Научитесь молиться. Молитва, запомните, трехступенчатая. Первая это дай. Просительная. Просительная себе черкните. Просите и получите, Христос сказал. Вторая стадия молитвы выше. Благодарение. Вот у вас такой отец, а вы за него благодарите. Вот у вас такой брат теперь там не так. Благодарите и благодарите Бога. Скажи, Господи, я не знаю, почему это так, но я благодарю тебя. Ты Бог, ты знаешь. А третья молитва это словословие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аллилуйя, аллилуйя. То есть это уже в церкви вы услышите такое песнопение. Вы в храм-то ходите, нет? Я учился в православной гимназии, но там, знаете, я хотел даже священником стать. Но когда я увидел, какие там батюшки у нас, это сразу перехотел. Это я еще ребенком когда был. А сейчас, ну, иногда захожу. А вы не смотрите на это какие батюшки? Перед иконами. Перед иконами это не столь важно. Главное, что... Нет, ну, я не расскажу. Священник благословил вас. Вы подойдите на исповедь обязательно. Сейчас идет рождественский пост. И батюшке все расскажите. Попросите у него совета. Он там поближе, он, может быть, что-то вам и покажет. Я могу только сказать, чти отца и мать. Это определенно. По Писанию. Я проповедник-миссионер, и поэтому я не могу выходить за рамки Святой Библии. Еще вопросы есть какие? Нет, может нет. Спасибо. Как вы на меня вышли? Как вы меня могли набрать-то, вышли? Ну-ка, объясните. Как вы набрали? А, просто так вышли? Да. Ну, просто я всегда смотрю свидетельства, обсуждения. Копаюсь в Ютубе насчет всего этого. Вот нашел ваш канал. Ну, а как вы на меня, тот вышли, что у меня звонок раздался? Чужой-то этого сделать не может. Вы как-то узнали этот пароль, как-то войти? А что вы на сайте оставили? На сайте на Ютубе было написано задать вопрос Игнатию. Я зашел, там инструкция была, позвонить. А, вон как. А вы на нашем канале в Ютубе были, да? Да, я подписан там. Канал «Открытым оком». Вы там многое найдете. Вот сегодня собрание было, сейчас я закачиваю занятия. Вот наши братья уехали на свидетельство. Вот я жду, они приедут, и мы к утру не поставим ролик, а я отдам, кто ставит, пока под замком будет. И вот этот разговор с вами, он тоже будет стоять. Это у меня автозапись идет. Вы в подготовке какие-то вопросы? Да, я знаю. Один раз в месяц вы можете зайти примерно в это время, удачно. Не раньше, не позже. Это ваше окно будет. Себе пометьте, какого числа, и ровно через месяц накопите вопросов, и у нас может быть полезный разговор. Ну, если на этом все, все, до свидания, выключайте. Ладно. С Богом.